Здравствуйте, друзья! Хочу вам показать два нюанса на карте неудачи. Вот два кусочка боя покажу. Первый будет касаться разведки. Нужно понимать, что на данной карте все сражения происходят на северной части. Вот поэтому надо быть готовым и к рашу, и, в общем-то, к тяжелой технике, к подмоге второго игрока. Поэтому кречеты вашего союзника не особо, на самом деле, помогают. Нужна какая-то более тяжелая техника. Так, как можно раньше ставим три ЦС, если четырнадцатый ран, то прямо сразу можно поставить. Два пехотинца вперед. Я также показываю у союзника, куда надо направляться. То есть не только центральное направление, но еще чуть-чуть вбок. И благодаря тому, что союзник сразу пошел вот сюда, и здесь крайне удачно находился контейнер. Даже с учетом того, что стрелок на красных бустах разведывает, а зеленый игрок на золотых удалось взять контейнер. Но если, конечно, он будет находиться где-то вот здесь, то, ну, да, не получится. Но все равно шанс все-таки есть. То есть надо идти через лес. Вот тем более здесь перешейк не такой большой. Далее я забираю два контейнера, которые находятся в тылу. Один находится либо здесь, либо вот здесь где-то. Поэтому надо поаккуратнее с этим делом быть. Я, например, контейнер свой прошляпал. На возвышенность не поднимаемся, здесь ресурсов нет. Ну, в принципе, и противник здесь все забрал. Часто находится контейнер примерно вот здесь. Не, да, там может быть чуть-чуть в другом месте. Ну, примерно вот здесь он находится. Так, и также часто контейнер можно найти вот здесь. Его не всегда забирают противники. Отлично. Ну, это все. Можно найти контейнер еще вот здесь или вот здесь. Не всегда. Он либо с этой стороны, либо с этой стороны, как повезет. Ну и далее игрок, который находится сверху, должен выходить в море. Я выхожу в море, ну, грубо говоря, на четырех центрах снабжения. Параллельно с верфью я построил ЦС-ку. Добавляю еще одну. Ну и выхожу в море. Стоит ли выходить конфедерации в море на данной карте? Ну, я, в принципе, не уверен. Здесь одна казарма находится здесь, другая здесь. Ну, в принципе, правильное решение, чтобы побыстрее взять. Так, отлично, забираем. Есть дельта. Один на один, в принципе, кайман справляется с дельтой, а вот два на два уже не особо. То есть, если вы выходите в море, то есть шанс, что ваше вложение не окупится. Тем не менее, даже с учетом того, что... Давайте, я чуть перемотаю назад. Так, даже с учетом того, что я вроде бы забрал море, но выходит в третий уровень штаба мой союзник раньше. Давайте посмотрим. Опа, все, он выходит в следующий уровень штаба. Я при этом... Ну, правда, я улучшаю завод, но ладно. Если без улучшения завода, это 200 ресурсов плюс 200 ресурсов, которые потрачены наверх. То есть, да, примерно так и выходит, что по развитию мы плюс-минус одинаково. Но за счет того, что я вышел в море, я торможу где-то на 300 ресурсов. Соответственно, в следующий уровень штаба выходит быстрее мой союзник. Ну и, в принципе, правильно так делать, потому что наш союзник по-любому будет выходить в авиацию. И, ну, не совсем выгодно выходить в море. Его помощь мне нужна, как бы, побольше. Потому что, если здесь будут кречеты, вот, то, ну, здесь напасть не особо выгодно. Поставил немного разведочки и либо построил кучу бункеров, через которые не пробиться, плюс лютый ДЗК с пехоты. Либо поставил вот здесь две вышки, здесь противопехотную мину, стрелки и молоты, как бы, без пехоты уже не пройдут. В принципе, все, что я хотел показать в этом бою. Здесь всего лишь две ЦСки. То есть, в море выходит на двух центрах снабжениях зеленый игрок. Я вышел на четырех, считайте. Ну, то есть, третья и четвертая параллельно построилась. Еще и на пятую мне хватает. То есть, в принципе, правильное решение. То, что выходим, собственно говоря, на центрах снабжениях. Но я боюсь раша, поэтому выхожу в третий уровень штаба не сразу. Готовлю себе броненосец, одна вышка. Потому что вполне возможно, что противник зарашит. Так, ни одну динка, мы не потеряли. Отлично. Наблюдаем, что у противника здесь уже побольше должно быть центрах снабжения. Решил поставить минки. Отказываюсь. Немного не хватает. Накречит. Так, восстанавливаю свои минки. И они, в принципе, понадобятся мне. Потому что реально часто рашат. Часто появляются здесь юниты зеленого игрока. Ну, потому что, на самом деле, бессмысленно нападать вот отсюда, с этого горба. Это слишком долго топать. Ну, и понятное дело, здесь появляется пехота. Армия. Вроде бы немного. Вроде бы всего лишь пять молотов. Но, тем не менее... Кстати, неужели он не фуловый? Не, фуловый, кстати, молот фуловый. Вот. И как раз той армии, которой у меня есть, она, в принципе, хватает. То есть, буквально пару минок, один слой больше. Не надо, это слишком дорого. Немного гренадеров, две казармы. И кречет. В принципе, опасно выходить в кречет. Потому что на восьмой минуте на бустах можно построить намного больше молотов. Тогда как кречетов будет... Ну, не один, а, допустим, два-три. Вот так вот. То есть, достаточно расточительно. Ну, и, в принципе, все. Здесь уже показывать нечего. Хочется, правда, посмотреть базу зеленого игрока. Не знаю, получится это. Вот здесь пять центров снабжения. Вроде бы что-то есть. Но, вот смотрите, торпедка. Это минус ресурсы. На двух центрах снабжениях противник вышел. Тоже минус ресурсы. ПВОшка. Тоже, как бы, минус ресурсы. А у нас здесь противопехотные мины. Я бы, кстати, поставил... Хотя, кстати, хорошо они стоят. Хорошо. Таким образом, что наискосок здесь, в принципе, вся армия пройдет сюда. Да. Даже лучше, чем если бы поставил вот так. Вот. Ну, и как бы все. Здесь уже показывать, в принципе, нечего. Чуть-чуть покрутились кречетами. Резкий ДЗК с пехотой даже ПВО не ставлю. Потому что там нет ресурсов противника. Ну, и желательно контролировать вот эту позицию. Потому что здесь ДЗК. Собственно говоря, мой напарник контролирует данную зону. Ну, что и вам советуют. Ну, и все. У противника банально нет ресурсов. Даже один аллигатор есть. Не самая полезная вещь, но отвлекает. Так что, в сложной ситуации, когда вы находитесь сверху, нужно понимать, что вас могут зарашить. Причем зарашить могут не только молоты, пехотинцы, но, откровенно говоря, еще и зевцы. Поэтому надо серьезно к этому готовиться. И опасаться, что сверху будет выбит аэродром с помощью вертексов. А без кречетов на короткой дистанции сложновато. Вот видите, здесь тоже пехотинец. А, ну это мой пехотинец. Мой пехотинец ушел вперед. Так, наверное, забрали мы ресурсы. И напарник ставит вышку спереди и сразу. То есть, у него 3 ЦС, но при этом нет вышки. То есть, он уже немного проседает по ресурсам. Чуть-чуть раньше построил штаб. Буквально на секундочку. Так, смотрим, смотрим. Строится верфь. До сих пор 3 ЦС. Плохо. То есть, вместо того, чтобы ставить эту вышку, могла бы быть построена ЦС. Ну, в принципе, нормальное развитие, более-менее одинаковое. Но, тем не менее, в штаб я выхожу раньше. То есть, море тормозит развитие. Вот эта вышка еще сильнее развитие тормозит. Ну, и чуть-чуть-чуть позже построился данный уровень штаба. Так, отлично. Все. Забираются ресурсы. Копятся сейчас на 3 уровень штаба. И здесь находятся 3 вышки спереди. Почему не стоит никогда ставить вышки спереди? Ну, потому что... Смотрите, что происходит с этими вышками. Их сразу же забирают пехотинцы. Фишка в том, что у вышки... Он урон постоянный, но он очень маленький. Реально не хватает урона. И когда вышки находятся сзади, то пехотинцы вынуждены тратить большое количество времени на то, чтобы бить казармы, добегать до ваших вышек. И вы можете использовать ваших пехотинцев безнаказанно, чтобы они уничтожали, собственно говоря, армию. А 3 пехотинцы это примерно такой же урон и носят, как и 2 вышки. Ну, вот, видите, минус 3 вышки. Это получается сколько ресурсов? Минус 500 ресурсов. Минус еще 170 ресурсов. То есть это крайне расточительно и, ну, скажем так, бесполезно. То есть вы проседаете где-то почти на 700 ресурсов. Это, как по мне, неправильно. Ну и опять ставится вышка спереди. Такое часто бывает. В принципе, показывать мне это не стоит. И так это, в принципе, все понятно. Ну и вот, союзник только сейчас позволяет себе выйти в следующий уровень штаба. Но, правда, он потратился на кайманчики, на койоты. Ну, тем не менее. Тем не менее. Ну, здесь уже, в принципе, показывать нечего. Только один момент покажу. Прикольную вещь придумал мой союзник. Вот, строится, конечно же, здесь торпедная платформа. Напарник отступает. Красавчик правильно делает. Возвращается снова. И здесь еще одна платформа строится. Реально это иногда срабатывает. Составляет оппонента, ну, собственно говоря, страдать вот такой фигней. И строить бессмысленно торпедную платформу. Кстати, это опасно, потому что можно реально без вертекса. Если у вас нет вертекса, то можно прошляпать море. И, как бы, аллигаторы все уничтожат. Поэтому разведка. Разведка нужна. Ну, тут снова армия противника. Естественно, вышка находится спереди. Давайте посмотрим, что произойдет с этой вышкой. Вот оно. Красота. Да, мгновенно падает вышка. Еще одна вышка мгновенно падает. Ну, да. Как бы, армия убита. Кричит, есть круто. Но минус три вышки. Это дофигища ресурсов. Ну, вот о чем я и говорил. Пехота. Почему бессмысленно нападать снизу? Ну, потому что конфа построят кучу авиации. Пока вы там накопите нормальные силы. А сопротивление построят кучу мин. И, правда, здесь 10 штук. Но, тем не менее. Минус 10 пехотинцев. И, как бы, да. Бессмысленно, правильно? Ну, наверное, это все. Продолжение следует.